Мари Мари – один из древних финно-угорских народов Среднего Поволжья. Марицы проживают между рекой Малая Кокшага и Вятка. Особенности марийской культуры сформировались во второй половине первого тысячелетия нашей эры. История марийского народа тесно связана с племенами Волжской Булгарии. В XIII веке Волжская Булгария вошла в состав Золотой Орды. В 1552 году Золотая Орда прекратила свое существование. Марицы не хотели подчиняться и начались восстания. Они переросли в широкое национально-освободительное движение. Это движение вошло в историю как черемистские войны, которые продолжались в четыре года. Здесь, под священным деревом, покоится прах сына последнего марийского предводителя – Акпатра. Считается, что хотя бы один раз в жизни мариец должен прийти к священному дереву и принести в качестве жертвоприношения полоток или полотенце. Акпатр является просветителем и целителем. Существует легенда, что источником силы Акпатра была Золотая Утка, которая плавала в катке с медом под полом его дома. Жена открыла секрет, и сила Акпатра пропала. А сам вскоре умер. И похоронили его возле священного дерева. Священное дерево для финно-угорских народов – духовный символ. Дерево является носителем образа жизни человека. Чем больше мы будем знать о роще, тем бережнее будем относиться к жизни. Посредине города Малмыш есть гора, называемая Полтыш. В 1553 году войска Ивана Грозного пытались захватить этот город. Морийцы оборонялись всеми усилиями. Вот 26 апреля 1553 года около этого озера на месте города состоялась битва у горы, где наш герой Полтыш был сильно ранен и умер. Его похоронили под этой горой. Но если проследить все истоки его жизни, можно узнать, что у него был сын. Морийцы его сберегли, потом он попал к татарскому Мурзе и научился марийской религии. Сына Полтыша звали Акпатр. До сих пор на это место, называемое землей Акпатра, марийцы приходят и поминают своих предков. Сына Полтыша звали Акпатр. С незапамятных времен наши предки знали о целебной силе священного дерева. При контакте человека с деревом происходит активный обмен энергиями. Издавна в народе было известно, что священные деревья оттягивают боль, делают человека более спокойным и рассудительным. Кировские морийцы проживают на территории нижнего течения реки Вятка. Чтобы попасть на места проживания морийцы, нужно на пароме переместиться слева на правый берег реки Вятка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До расселения здесь морийцев край был занят удмуртами. Морийские племена вытеснили удмуртов к востоку и перешли на левый берег реки Вятка. Мощная волна переселения морийцев двинулась в Малмышский край и вызвала возникновение многих морийских селений. Язык кировских морий является диалектом лугового наречия. Он входит в северо-западную этнографическую группу. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В России количество малых народов уменьшается, преподавание родного языка сокращается. Например, в 60-е годы мы в школах обучались на морийском языке, а в 70-е годы преподавание предметов на морийском языке закончилось. Сегодня преподавание в школах морийского языка проходит в виде факультатива. Часто выбирают родной язык по желанию. Таким образом, так называемый процесс ассимиляции происходит успешно, но теряется при этом морийский народ, его культура и язык. Чтобы исправить данную ситуацию, мы собрали морийскую общину. Впоследствии она преобразовалась в морийский съезд. Восемь лет я стоял во главе этого съезда. После меня — 4 года Николаев. Он был долгое время министром культуры. Мы, морийский народ, себя сохранить сможем, только объединившись. В этом смысле сохранение и возрождение древней морийской религии нас объединяет и учит жить вместе. Вот уже более 60 лет в морийской деревне Нурдваш не проходило языческое моление. В советское время язычество подвергалось гонению. Репрессии против язычества возобновились в 20-е годы. Только однажды, в 1949 году, советская власть позволила провести мировое моление. Для возобновления проведения языческих молений выступили жители деревни Нурдваш. КОНЕЦ 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 Марийцы марийского края еще не забыли свою веру. Вера здесь сохранилась. А у других марийцев постепенно теряется религия, язык, традиции, обращаются в русскую веру или веру другого народа. Дети не знают языка. Если раньше была слышна детская речь, то теперь не услышишь. Это связано со школой. Если в школе не преподают, то что можно говорить? Для моления всегда договаривались сей деревней, о дне проведения. Всегда организовывали старики, распределяли дела, что и как делать. Здесь давно не проводились моления. Последнему крупному молению прошло почти полвека. Семейные моления, родовые моления, конечно же, проводились в 60-е годы. По рассказам старожил, мы видим, как они берегли свою веру. На моления собирались пару семей, но с их смертью все это стало забываться. Возрождение проведения молений началось с того, что приехали знающие люди с Мариэл. Показали, как, рассказали. Пришли наши пожилые люди, посмотрели и научились. Большую помощь оказали сами пожилые жители в деревне Нурдуваш. Они подготовились к жертвоприношению. Мы надеемся, что молодежь будет продолжать это дело и с года в год будут приходить сюда в рощу. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вхождение верующих к святым местам на поклонение известно еще с глубокой древности. Центрами паломничества в древности были священные рощи. Священная роща была божественным инструментом в руках человека, с помощью которого он обретал покой в своей душе. Главное богатство Мари – девственные леса. Мари верят в то, что получают энергию от своих предков. У марийцев много богов. Из них девять богов основных. Они служат своим богам, устраивают домашние жертвоприношения или родовые сборища. В большинстве деревень сохранился институт языческих священников. Такие богослужения ведет Кард. Уважаемый человек, которого выбрали деревенской общиной. Он читает молитвы вслух, часто включая в текст свои собственные мысли. Добрый Ак-Патр, во время хождения на больших дорогах охраняй нас. Храни наш народ, Мари, а также удмуртов, татар, русских. Оберегай нас от всех напастей, чтобы не было бед и гонений нашему народу. Та будет услышан и моя речь с тобой. Добрый Ак-Патр. Мы приехали из Татарстана, где проживают восточные Марийцы. Чтобы почтить память сына нашего старейшины, Ак-Патра. Он для нас является связующим звеном между нами, живущими за пределами Марийской земли и родиной. Ак-Патр для всего Марийского народа помогает сохранить силу и мысли. Раньше проводились такие моления в некоторых местах, а вот сейчас очень редко. Мы приехали попросить у Ак-Патра силы, здоровья и всяческого богатства. Я из Мамышевского района, Татария, деревня Шия. В нашей деревне совместно с соседней деревней проводятся моления. Тетя моей жены проводит моления. 12 июля проводится также моление и приносит жертвоприношения. Это делается для того, чтобы не было проблем в роду. Существует конкретное место, где приносят в жертву барана или овечку. Просит у Бога благополучия. У нас собираются только жители деревни. Мероприятие обхватывает большое количество людей. К Богу обращаются всегда. Например, вот уходит сын в армию, и его мама обещает Богу, если мой сын вернется из армии здоровым, дам в жертву Богу барана. В Кировской области, недалеко от города Малмыжа, у деревни Большой Китяк, каждый год приходят марийцы, чтобы поклониться сыну марийского старейшины – Акпатру. Ежегодно в августе проводится праздник почитания святого Акпатра. Сегодня очень знаменательный день. В марийской деревне Нордуваш сегодня праздник деревни. Зал местного дома культуры не смог вместить всех желающих, и поэтому решили провести на улице. На праздник съехали жители всех близлежащих деревень, и праздник удался на славу. Об этом говорили благодарные люди, которых чествовали, просто пришли посмотреть на программу. Добрый день, дорогие друзья! Этот замечательный Нордвашский край остался в памяти с прошлой осени. Мы приезжали осенью, познакомились с районом, с людьми, были в священной рощи. И вот сегодня мы приехали сюда, строили моления, просили у Бога процветания вашему району, сил и мощи жителям района. Просили у Бога наставить детей на разумный путь. И я верю, что эта вера будет множиться и помогать вам. И я верю, что эта вера будет множиться и помогать вам. Мы находимся у меня в деревне. Нордваш. Меня привезли сюда двухлетним ребенком в 1954 году. 10 лет жил в этой деревне. По легенде, здесь ранее жил Удмурт, Земяй, и Марийц Азик, которые поменялись земли между собой. Поэтому существующая частичка в названии нашей деревни, Ваш, означает обмен. Марийцкая деревня называется Нордваш, а Удмуртская — Нордомас. Сегодня нашей деревне исполняется 245 лет. И уже в прошлом и даже позапрошлом году стали планировать празднования в деревне. Выпустили книгу, ежкаролинской типографии, 300 штук экземпляров. К сожалению, первоначальный образ нашей деревни не сохранился, так как в 1971 году за одну ночь сгорело 16 домов. В течение времени еще несколько домов сгорело. К сегодняшнему празднику сделали запруду, сделали новый мост, построили сцену возле клуба. И поэтому праздник проводится на улице. КОНЕЦ В столице республики Морел, в городе Йошкар-Ола, находится Марийский государственный университет. Один из институтов — Институт финно-угроведения. Здесь работает профессор Иван Иванов, ученик известного эстонского профессора Пауля Аристе. Я могу сказать, что я знаю марийский язык. Почему я так говорю? Потому что я еще учился, когда преподавание всех предметов было на марийском языке. Физика, химия, биология и другие. Ценить и гордиться своим языком я начал не здесь, не среди марийцев, а в далекой Эстонии. В Эстонии меня научили уважать родной язык, родной народ и родную культуру. Меня этому научил профессор с мировой известностью Пауль Аристе. Он смог зацепить мою душу, нашел путь к моим затаенным мыслям. Оказывается, где-то в глубине души у меня находились способности к языкам. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ История Мари Кэннис, не практик. Не милый. История не имеет никакого удача. Павел Кокла, он мне писал Естинку. Я писал ему Мари Кэннис. Я сказала, что это очень хорошо. Я был профессор Павел Арист, который очень хорошо чувствовал себя. КОНЕЦ Иван Ямбердов – это морийский художник, на полотнах которого видна история духа народа. В его работах оживает самобытность морийской традиции. В его картинах яростная энергия времени. Созданные им картины навеяны символами, которые можно разгадывать часами. Картины начинают читать слева направо, но некоторые по-другому. Основной момент в моей картине – это дерево, потому что мы молимся деревьям. Мы через них связываемся с космосом. Кард молится земле. Природа кормит человека, сохраняет и помогает жить. Солнце очень важно, без него невозможно жить. Безусловно, земля. На земле мы живем, строим свое гнездо, так же, как и птицы. Наши молитвы поднимаются ввысь, в небо. А мы приносим в жертву барана и ждем, возьмет Бог или нет. Тут же и другие животные. А здесь уже начали молиться морийцы. Кард обращается к народу, объясняя, как жить, просит благополучия для народа. Он объясняет народу, как жить и как себя вести в жизни. У каждого народа своя вера. Мы – народ, живущий в природе, и молимся ей, в самом сердце ее. Мы даем даже белую лошадь Богу. Это ранее так было. Сегодня мы жертвуем барану. Белая лошадь связана с космосом. Самое любимое животное. А именно его посвящали Богу. Для художника лошадь – символ жизни. Главная особенность творчества художника – философские размышления об исторических корнях своего народа. Иван Ямбердов страстно и взволнованно рассказывает о вере своих предков. История под его кистью трансформируется в собирательные емкие образы. Его картины исполнены той неистовой силой, свойственной лишь прозорливцам. Пласт за пластом, скрывая культурные слои сознания, художник находит ключи к явлениям. Марийская природная религия называется «Марий Юман Юла». Она с каждым годом привлекает к себе больше внимания не только марийцев, но и родственной народы. Эта организация зарегистрирована официально и существует около ста религиозных общин. Руководителями общества природной религии является Карт – Александр Таныгин. У марийского народа много святых. В 9 веке был известен такой святой, как Кюар Кугыза. Он жил в стороне котельницы, и под его властью находились многие марийцы, проживающие на Волге, Биатке, частично на Костроме. Начиная с 11 века, марийским народом правил хозяин кукарской стороны. Звали его Кугырак. Кугырак оставил народу много учений и заветов. Он запомнился как преобразователь языка. Его родственником был Куры Кугаза. Это было уже в 12 веке. На долю Куры Кугаза досталось много забот. Он объединил всех марийцев и переселил на эту территорию. Марийцы, проживающие у Волги и Вятки, стали относиться к ее владениям. И возле этих мест пришли марийские племена и создали здесь свои жилища. Ему пришлось очень трудно, так как нужно было построить на новом месте дома, заводить хозяйство, закупать скот. Мы этих святых и сегодня ценим. Их имена как Кувар Кугаза, Курык Кугаза, Эркече, Акпатор и других мы чтим. Если мы не будем их помнить, у нас не будет будущего. Без памяти предков мы можем потерять свои корни. Поэтому мы будем постоянно им молиться сквозь священного дерева. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Наступает время жертвоприношения. Сегодня в честь марийских святых приносят жертву овцу. Перед жертвоприношением нужно подготовить животное. Сперва двух овцы нужно очистить от дурных сил. Для этого при помощи корящей лучины дотрагиваются до овцы. Остался процесс обмывания. Для этого берется ветка ели и проводится по шкуре овцы. Затем овца должна встрепенуться, что является знаком, что именно ее выбрали боги. Морицы верят, что дух овцы с дымом и паром поднимается по стволу священного дерева к небесам. И молитва народа будет услышана богами. Морицы верят, что дух овцы с дымом и паром поднимается по стволу священного дерева к небесам.